Друзья, всех приветствую вас на своем канале Деревня в Подмосковье И сегодня я хочу открыть такую тему Сколько же мы тратим денег на электричество в зимний период Сейчас мы снимем показания с нашего счетчика Ну и предлагаю переместиться в сторону столба, где висит у нас счетчик Так как нас всех обязали, обязательно, чтобы счетчики висели с наружной стороны улицы Чтобы к ним был абсолютно свободный доступ Ну и двигаемся в сторону счетчиков Итак, друзья, вот на таких столбах у нас висят наши пресловутые счетчики Иногда умудряются их сами же мастера ломать Если вы вдруг куда-то уехали в магазин Открывают, срывают крышку, чтобы посмотреть данные Но иногда бывает и такое Ломают не ящики, а замок Ну, замок какая разница, но они же... Суть в том, чтобы туда попасть внутрь Итак, смотрим, какие же у нас здесь данные Достаем наш мобильный телефон Нас всех приучили передавать данные через мобильный телефон Так, ищем программу МОСЭНЕРГО Так, и делаем, передать показания 17748 Это у нас ночь 17748 И здесь 550 будет Итак, что у нас получается Передаем показания Итого сумма у нас за месяц получилась 1415 Ну, почти полторы тысячи На что же у нас уходит такая сумма денег? Давайте разберемся Итак, друзья, на что же уходит у нас полторы тысячи на электричество? Ну, во-первых, конечно же, это дом Потому как маленький ребенок И свет нужен везде Несмотря на то, что у нас лампочки стоят Даже не энергосберегающие, а светодиодные Тем не менее, электричество уходит достаточно много Итак, следующий источник энергопотребления у нас Это, конечно же, колодец Так как там висит киловаттник Может быть, даже полутора киловаттник насос А точнее, водомет То он, естественно, потребляет достаточно большое количество энергии Так как насос работает постоянно Из-за того, что у нас погреб наземный А наземный он у нас из-за того, что Грунтовые воды находятся достаточно высоко Если хотите, кстати, посмотреть видео про погреб Где я рассказываю, что и как То там у нас висит обогреватель Так как, когда сильные морозы То, чтобы ничего не померзло Приходится, конечно же, пользоваться обогревателем Это вот два основных источника, которые берут достаточно большое количество энергии Также мы иногда используем электрогриль Для того, чтобы приготовить мясо Или какие-нибудь вкусности именно дома Ну, если морозы, дождь или еще что-то Чтобы не выходить на улицу Отопление у нас в доме газовое Поэтому не приходится использовать электричество Для конвекторов или печи Как я говорил уже ранее Пользоваться дровами не очень удобно Хотя, честно скажу, романтично Но вся эта романтика уходит на нет Если вы, например, слегка заболели Летом суммы, конечно, получается же меньше Кстати, забыл указать У меня в ванне висит потолочный инфракрасный обогреватель Это на тот случай, когда холодно И мы ребенка купаем Иногда мы его включаем Он тоже где-то в районе киловатта И тоже забирает электричество Ну вот, друзья, это основные источники расходов У вас, если остались какие-то вопросы Задавайте их внизу в комментариях Не стесняйтесь Делитесь с друзьями в соцсетях Всем пока!